Мэр Мелитополя рассказал, как россияне вербуют мужчин в оккупации воевать против Украины. Оккупанты в Запорожской области, пытаются завербовать мужчин в свою армию, и отправить на войну против Украины. Для этого используют различные методы. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на заявление, мелитопольского городского главы Ивана Федорова. Террор. Захватчики пытаются арестовать как можно больше мужчин. Задержанных отправляют в полевые лагеря, где завезенные преступники из России, оказывают давление на пленных украинцев, склоняя их к службе в оккупационной армии. Объявление в интернете. Россияне разместили объявление о вакансии охранника. По словам Федорова, охранять нужно государственные границы. Опыт не обязателен, главное иметь статус ветерана боевых действий. Обещают полный соцпакет и сохранение места работы, на два года. Зов совести. Создали казачий батальон Днепр, и приглашают запорожских казаков защитить свой курень, и на деле доказать какой ты казак, сказал мэр города. Ситуация на оккупированной части Запорожской области. Большая часть региона находится, под контролем российских войск, они пытаются обустроить его оборону. Недавно оккупационный глава региона Евгений Балицкий, объявил о так называемой эвакуации из прифронтовых городов. Речь идет о Васильевке, Пологах, Энергодаре и еще ряде сел и городов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова